Всем привет, друзья, на канале Замуж в Индии. Я попросила Артуру, говорю, сынок, с ними, пожалуйста, на видео то, чем я сейчас занимаюсь. Думаю, вам это будет интересно. У Артура сегодня в школе выходной, но он сегодня, он каждый день практически ходит на дополнительные занятия. Вот я сейчас его подготавливаю в учебник школьный, а это тетрадь по дополнительным. И я из учебника пишу вопросы в эту тетрадь, переписываю, и потом там на этих занятиях учительница, конечно же, сначала ему всё это объяснит. Значит, на дополнительных они идут как бы вперёд программой. Я вам просто хочу ещё вопросы почитать, чтобы узнать, что же индийские дети изучают в третьем классе. Вот это вот у нас предмет называется science, наука. Сейчас у нас как анатомия. Значит, Артур, назови мне, пожалуйста, ну я на русском буду говорить, чтобы вам было понятно. Парный орган в форме бинс, что это? Фасоли, который фильтрует кровь и производит урину, мочу. Что это за орган? Почки. Почки, правильно, молодец, почки. То есть вы представляете, что они в третьем классе учат. Потом, ну, то есть про каждый орган вопрос задаётся. Там лёгкие, какой самый большой орган находится с правой стороны в животе, печень, печень. Ну, тебе учительница всё это сегодня объяснит. Мне как-то вспоминается, что у нас в школе это было в гораздо более старших классах. В общем, друзья, я вам буду по ходу периодически рассказывать и показывать про школу, зная, что многим из вас это интересно. Так, я не буду обниматься, просто поздравлю. Ид мубарак. Мои дорогие зрители, сегодня мусульманский праздник, окончание месяца Рамадана. И мы сейчас пройдёмся по нашей улице мусульманской. Здесь в основном только мусульмане. И посмотрим, какие они сегодня нарядные, счастливые. Друзья, я знаю, что среди вас много мусульман. Вам и остальным зрителям будет, я думаю, очень интересно. Конечно же, у нас... Так, сейчас, ладно. Конечно же, у нас Индия, и у нас как бы свои особенности. Ид мубарак. Вот. Вот видите, мужчина подал мне руку. То есть тоже писали мне как-то в комментариях, что, мол, а чё это ты руку им пожимаешь. Да, видите, сам подал мне руку. Не по моей инициативе. То есть наша индийская культура немножечко отличается. Так, переворачиваю камеру. Ид мубарак. Ид мубарак. Мы всей семьёй специально пошли провожать Артура на занятия. Потому что я хочу поснимать как парам. Как парам всех поздравляет. Ид мубарак. Мужчины в основном все в белых одеяниях. Это всё чистое, новое. Ай, только-только. Куплено. Ид мубарак. Новая одежда, в общем, должна быть, ребята. Так, давайте теперь посмотрим на женщин. Всё. Ид мубарак. Давайте на женщин немного посмотрим. Вот женщины тоже красивые, нарядные. Некоторые, кстати, вы видите и с непоскрытой головой. Когда увидели, что я их снимаю, стали бегом надевать на голову. Как вкусно пахнет едой сегодняшнего дня. Ид мубарак. Они уже едят, когда захотят, так скажем, праздничную еду. Ид мубарак. Ид мубарак. Ид мубарак. Пойдём быстрее, пока пёс тут не пришёл бешеный, который каждый день... А, тут какой-то пёс на тебя нападает. Хорошо, давай пройдём быстренько. Какой-то опасный участок пути. У нас, кстати, на самом деле бывают бешеные собаки. По-настоящему бешеные. Да, набрасываются ещё на меня. Не прибейте меня, пожалуйста. Всё, уже мы прошли мусульманскую улицу. Здесь уже в основном индуист. Всё, друзья, здесь проходят занятия. Видите, мы по пути захватили мальчишку Вайбау. Артуркиного одноклассника и друга. Вот, его тоже как бы провели. Там уже сидят детки, судя по обуви. Всё, let's go. Представляете, друзья, это мы с Парамом пришли на рынок. Артура отвели, надо на рынке кое-что купить, чтобы я обед приготовила. Значит, смотрите, вот этот мужчина, вы видите, пострадавший после укуса змеи. Вы cut finger and put rod in. After this, all poison going inside body. Я пока слушала этого мужчину, мне аж плохо стало. Так разнервничалась, разволновалась. У меня реакция организма, когда я переживаю, меня начинает тошнить. Так страшно, представьте себе, насколько ужасно. То есть мужчина просто убирал у себя алтарь, он индуист. Поправлял там что-то, а там, оказывается, за этим чем-то находилась змея, которая его укусила за палец. В течение 15 минут, то есть ядовитая змея, ему стало очень-очень нехорошо. То есть ему, в принципе, сказали, может быть, он сам знал, что когда змея кусает, нельзя активно двигаться, чтобы кровь меньше циркулировала и разносила этот яд по организму, не разносила. Поэтому он занял такое покойное положение. Его отвезли на рикше в госпиталь, в наш матеранский, где я лежала. Там ему оказали первую помощь, а потом повезли уже в больницу, где он пролежал полгода. Представьте себе. А сейчас сначала... Сейчас я выключу, тут очень шумно, потом расскажу. Парам говорит, оказывается, сегодня еще какой-то индуистский фестиваль, не только Мусупа. Какой, Парам? Акшетрутия курия. Хорошо. Невозможно ничего рассказывать, а я кричу. Ага, в общем, он рассказал, что у него полностью опухлая рука, потом через время он потерял сознание, пролежал двое суток в коме, потом ему как-то там в пальце, так поняла, пытались через этот палец удалять яд или как, в общем. В общем, и палец сильно пострадал, в итоге ему делали пересадку кожи. Поэтому у него на пальце сейчас такой нарост. Ужас, я говорю ужас, просто страшно, когда представят, что это может случиться с каждым из нас. Просто мороз по коже. Это слава богу, что он вычухался, что врачи спасли. Ну, полгода вот эти вот все операции, пересадки, то и все. Ой-ой-ой. Что у Парам? А, Парам говорит, пойдем я тебе покажу. Вот в эти вот номера, пять номеров, которые Парам держит вместе с Нисарбаем, с своим партнером по бизнесу, к которому мы скоро поедем на свадьбу, ну, к его дочери. Так вот, в эти номера сегодня привезли кондиционеры. Парам хочет показать, похвастаться. Раньше они особо не нужны были, но сейчас действительно жарко, поэтому многие клиенты спрашивают, если нет кондиционера, они пойдут дальше, туда, где есть. У нас здесь в Матаране выбор огромный. Маленький поселок, но практически у каждого номера. В общем, большая конкуренция. Это я вам показываю вид, какой открывается с этого отеля небольшого. Небольшой отель на пять номеров. Вот, видите, здесь тоже такие милые, уютные номера. Это мы зашли поздравить хозяйку этого отеля, в котором Парам вместе с Нисарбаем снимает пять номеров. То есть, есть здесь помещение, в котором живет их семья. Семья вот этой вот женщины. Вот, видите, в этом помещении она вместе со своим мужем, с детьми живут. Артур вернулся с занятий, а его ждал совсем не индийский обед. Видите, Артур, расскажи, что у тебя в тарелке? Котлета и картошка и салат. Да, картошка, пюре индийцы никогда не готовят. Вот салаты вот такие вот из сырых овощей тоже индийцы не готовят. Ну, котлеты они, в принципе, делают, но не такие, не такие, как у нас. А где папа, котик? Наверху. Папа ищет клиента. Папа даже, видите, на обед опаздывает, занят. Ну, кушай, сейчас пойдем. Ему может помогать. Кушай, кушай. Да, команды. Спасибо, спасибо. Не хочу отвлекать. Парам по телефону говорит, видите, я ему специально сюда, наверх, принесла еду, чтобы он, как говорится, ел на рабочем месте. Здесь, если что, он и клиентов может увидеть, и если брокер будет проходить с клиентами, тоже его сможет позвать. Иногда они могут проходить мимо. Парам, ты поговорил? Окей. Ну, я кое-что хочу спросить. I want to ask one question, окей? Си. You have on your plate many, many types of food. У тебя на тарелке много-много разной еды. Now, да? And what you will eat first? What you like? Что ты сначала будешь есть? То, что ты больше всего любишь? Or what you like? eat in last? Или ты будешь есть то, что любишь в самом конце? Как? Which one I like or I eat last? Да? Does it like this? No, which one I don't like first I eat. So, you keep котлет? Да. О, спасибо. И салат. Да, вообще, немного всего по чуть-чуть. То есть, I think you all like. Salad with good combination rice. Угу. I lost котлет, да? В конце котлеты. Окей, спасибо. Все. I'm not stopping you. Thank you. Прям просто когда ест, любит и телевизор смотреть, поэтому я его не отвлекаю. Интересно, а как вы едите, друзья? Просто я когда Артура снимала, вот сейчас снимала, когда он обедал, обратила внимание, что он сначала съедает самое вкусное, самое любимое. Он котлеты любит, и он их съел быстро, вообще там пару секунд, а потом уже медленно под мультик эту картошечку он жевал вместе с салатиком. А я в детстве была тогда, что такая же, как и Парам. Сначала съедала то, что я не очень люблю, а потом уже как на закусочку, на десерт, самое вкусное, самое любимое. Но я считаю, что, наверное, более счастливые люди, такие, как Артур. Потому что иногда у меня такое было, что я поем то, что я не очень люблю, а на то, что люблю, у меня уже места в желудке не оставалось. Артур, что ты так делаешь? Почему ты сначала самое вкусное съедаешь? Потому что мне очень нравится есть самое вкусное, а потом не очень. Ну вот, в котлеты вцепился, потому что картошка – это не мое любимое. И салатик. Харьков – сосисточная история. Бабушка нам по одной сосиске дала, мне и маме. Потом мама захотела в туалет. Ну, там еще картошка была, я тогда не рассказала. Мама пошла, в общем, в туалет. И я быстренько взял мамину сосиску и переложил картошку в ее миску. И потом мама приходит, обсуждает, как она будет есть эту сосисочку, присмокивать, предъедать за кусочком с кусочком, подолечком. И тут раз смотрит, а тут нету сосиски. Да, зато много картошки. Да, у меня еще сейчас есть такая традиция, или как я не знаю это назвать. В общем, я когда готовлю лепешки или когда, допустим, блины пеку, оладушки, иногда бывает, что, как говорится, первый блин комом. И лепешка тоже такая бывает. Пока никто не видит, я бегом это съедаю. То есть какие-то бракованные лепешки я бегом съедаю, пока никто не видит, ни Артур, ни Парам. Ты слышишь, Артур? Я сейчас тебе секрет большой рассказал, об этом еще никто не знал. Интересно, кто-то еще так делает. Какая-то еда. Это из Нисарбай? Это из Нисарбай. Нисарбай сэнд? Сэнд. А, окей, спасибо. Спасибо. Сейчас посмотрим. Нисарбай гостинца нам прислал. Парам, ты уже приступил к десерту. Но это не я готовила. Это кир, которым нас угостили мусульмане. Очень много сегодня угощений. А, кстати, да, картошку. Картошку, Парам. Картошку хочешь? Нет? Дети, я Параму положила вместо картошки рис с овощами. Если бы была картошка, то она бы сейчас на тарелке бы и оставалась, потому что он ее ни в какую не ест. Вообще. Картошку не любит человек. Так, а сейчас мы идем к Нисарбаю в гости поздравить его с праздником. Он передал через работника угощение, огромную кастрюню с биряне. Кир, вот этот парень, передал. Эйд Мубарак. Вот и Нисарбай. Вот, друзья, смотрите. Это Нисарбай. Next week your daughter birthday. Marriage. Ой, боже, простите. Marriage. Да. На следующей неделе мы будем гулять на свадьбе. Именно у этого, вот у этой девушки. Я сильно не буду смущать, не буду сильно снимать. Это жена. Это жена. Ай, Хид Мубарак. Все, значит, это родственники. Родственники. Там самое главное. Маму посмотрели, жену и дочь. Невесту. Вот, это папа Нисарбая. Все, я уже сказала. Наверное, на камеру не попала. Поздравляю практически всех, но руки подают не все. Мне даже самой интересно стало. То некоторые... Thank you. Решила вам более подробно рассказать по поводу традиционного праздничного угощения шер-хурма. Вот, ребята, это вермишелевый пудинг, другими словами. Готовятся на молоке. Добавляется туда, соответственно, вермишель, орешки, финики, сгущенка и специи. Такие, как, например, шафран. Это самая дорогая специя. У кого семья побогаче, обязательно добавляют шафран. Ну, можно, конечно же, обойтись и без него. Это вообще мусульманское блюдо, но и индуисты тоже такое готовят. Это называют кхир. Мой индуист Парам тоже обожает. И, смотрите, у нас даже дома есть вермишель. Специальная вермишель. Видно вам, какая она тоненькая? Но я ее почти не использовала. Один раз я приготовила этот кхир. Парам с удовольствием съел. Но Артур не стал есть. В общем, я, получается, плохая жена. Представьте себе, я заявила своему мужу. Говорю, я и так тебе отдельно готовлю очень много блюд. И чечевичную похлебку. И обязательно всегда рис. Хотя сама обожаю картошку. Говорю, десерты отдельно, специально для тебя я готовить не буду. Сказала. Если хочешь, готовь себе сам. Представьте себе. Ну, Парам так, знаете, немножечко нахмурился. Но как-то вроде бы как с пониманием отнесся к моему заявлению. Еще что хочу показать. Это сгущенка. Многие из вас даже не знали, что у нас в Индии спокойно можно купить, можно сказать, на каждом шагу сгущенку. Но здесь ее не едят. Так как мы только мы с Артуром здесь едим сгущенку вместе с блинами и оладши. Они считают, что если вот так вот ложка есть, то тяжелая, тяжелая слишком пища. И на этой вермишеле тоже, видите, нарисован пудем. Еще пару слов по поводу Нисарбая. Я ей буду уже закругляться. Просто мы же будем гулять на свадьбе. Нужно вас немножечко подготовить. Значит, Нисарбай и вся его семья очень уважаемые в Матеране. Образованные. Не бедные. У него есть собственные пять номеров. То есть мы были у него в гостях на первом этаже. На втором этаже номера, которые сдаются. Вот. А свою дочь он выдает замуж по договоренности за очень обеспеченного парня. Очень прям там. Он не нарадуется. Почему ему удалось найти такого богатого жениха? Преимущество его дочери. Вы видели. Красивая девушка. Образованная. И еще одно из преимуществ. У нее светлая белая кожа. Да, это сам Нисарбай сказал. То есть на это обращают внимание женихи. И все-таки в первую очередь их родители. Дочь красавицу он бы мог выдать замуж здесь в Матеране. При этом сэкономив кучу денег. Потому что здесь много родственников. Много друзей. Которые могли бы предоставить место. Приготовить еду со скидками. Или даже вообще абсолютно бесплатно. Но вот этот вот богатый жених и его родители заявили. Поставили, можно сказать, перед фактом. Мы хотим отмечать свадьбу в городе. В городе Пуна. Сами они оттуда. Вот. И хотим там. Как хотите. Поэтому ему придется, конечно, очень сильно потратиться. Там никаких поблажек, никакого блата у него не будет. Вот. Так что, друзья, скоро увидим, как это все будет происходить. Да. И еще такой интересный момент. Жених работает в Дубае. Милая, красивая девушка после свадьбы переедет туда жить. И у нее будет там своя собственная квартира в Дубае. Ну, я надеюсь, что я вас заинтриговала. Все, друзья, до свидания. До скорых новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!